здравствуйте дорогие друзья вновь эфире передача просто о вере я и ведущий священник сергий рыбаков в прошлый раз прошлый понедельник мы начали говорить о музыке но музыки как том что нас приближает красоте как то что нас на самом деле структурирует как о том что есть в нас и это пробуждение через звук в нас самых каких-то положительных качеств мы говорим о музыке как о некотором средстве извлечения от внутренней какой-то злобности от внутренней какой-то вражды от внутренней непримиренности депрессии так далее как музыка исцеляет мы по касательные как бы прошлись по этим вопросам сегодня мы будем углублять и вновь в нашей студии гость мультинструменталист музыкант и прекрасный рассказчик николай николаевич ангелов николай николаевич здравствуйте здравствуйте добрый вечер добрый вечер николай николаевич мы в прошлый раз так ну так совсем как бы вводный разговор у нас был мы поговорили о том что есть музыка почему классическая музыка вас лично привлекает и что в ней есть давайте все таки мы в прошлый раз договорили что мы не будем читать лекции да потому что это убивает своей сухостью живость разговора но все таки мне кажется очень важно прояснить почему как вам кажется может быть вы где-то встречали ответы или может быть вы для себя на вопрос нашли ответ лично сами размышляем почему в своей сердцевине вот как бывает дано в воду мы бросаем камешек и концентрические круги расходятся вот этот камешек всех искусств это религия то есть первый рисунок первый текст поэтический ли это текст прозаический ли это текст первая мелодия рождается из религиозного чувства я для наших телезрителей напомню что слово религия происходит от латинского глагола религар воссоединять и люди вот как будто бы вот нащупали инструментарий языка искусства для того чтобы с чем-то соединяться но ведь это не проходит не исчезает даже вот вплоть до эпохи баха бетховена моцарта первые и главные их произведения это произведение религиозные как вам кажется почему именно эти темы почему например современный моргенштерн какой-нибудь я не знаю там фараон или скриптонит я понимаю что я сейчас произношу скорее всего для вас пустые звуки набор букв но они не обращаются к этой теме на к теме религиозности да у них какие-то совершенно как будто бы поверхностная тема почему почему вот в сердцевине религиозный контекст ну я думаю начать с того по слову бог когда мы говорим слово бог мы обращаемся так и к доминанте нашего сознания столбух это доминанта нашего сознания но вопрос в том что насколько мы насколько нам привили эту доминанту с детства вот слава тебе господи я родился в семье где были верующие все мои бабушка мама папа мы жили втроем вот крестик тогда носить нельзя было ну понятно по причинам но на кровати у меня железная кроватка была и сел медный крестик всегда вот всегда над головой крестик был вот это очень важно и папа мой когда меня обидел соседский мальчишка ну что-то такое там я пришел не знаю плакал не плакал я а он жил один с мамой бабушка еще была вот меня там побил и папа сказал без отцовщина а потом говорит прости меня господи вот через пару лет он сам умер вот это вот прости меня господи это вот очень мне запомнилось то есть он не просто вот так сказал а он там глубоко то есть это выскочил у него вот это вот это доминанта если она существует господи доминанта которая главное которая не связана с материальным миром совершенно вот хотя материальный мир тоже божественно вот тогда все начинается но если вместо этой доминанта поставить славу деньги объявить все что угодно то тогда естественно слово бог уже теряет значение по словам бог уже там вот эти вот другие вещи появляются это вопрос воспитания нет ничего хуже дурного воспитания сказал мой знакомый у которого я занимался учитель Рудольф Михайлович Шейнев такой был музыкант у нас он был и деятель хороший у него были интересные начинания в городе Куньбышев-Самаре вот нет ничего хуже дурного воспитания поэтому конечно я педагог ко мне приводят детей шестилетних и пятилетних и приходила семидесятилетняя женщина которую я учил на гитаре играть бодрая энергичная она всегда так меня встречала потом она уехала в Тольятти к сыну очень интересный был ученик рожденный 1890 какого-то года а я только начинал какого года рождения он 1800 нет 800 не можно у меня там было я совсем молодый я начал 18 лет преподавать а до этого еще вот так он еще учился в десятом классе вечерней школы а ему было уже за 80 рублей вот это так я к слову лирическое отступление так вот Бог вот это и есть Бог потому что когда все кончается только Бог начинается знаешь когда человека прижмет куда Бог все а Бога вообще можно определить как музыканта как вам кажется вот понятно что это очень смелое богословие меня может быть ортодоксальные богословы бы сейчас так с недоумением и подняли брови но у нас разговор такой неформальный мог ли музыка может ли музыкант Николай Николаевич Ангелов сказать что Бог есть музыкант ну коллега ну я начну с того что Давид играл на музыкальном инструменте на струн да вот и Саула он успокаивал музыкой когда тот в него бросал он играл и тем самым вот то есть у него не было слов молитвы а он просто слова можно отбросить выбросить ну а что там говорит а когда та-та-та-та-та-та все вот чтобы вот та-та-та-та-та слов сколько надо вот я сказал медленно спокойно а я говорю та-та-та-та-та-та все это есть музыка так вот служение муз не терпит суеты вот это тоже очень важно сказал Пушкин наш и вот это вот когда по жизни та-та-та-та-та-та идет и такая педагогика была вот был такой Огороднов взрослый человек в 30 лет будучи инженером он занялся музыкой и великолепной системой она была в 80-х годах как в развитии в человеке в мальчике музыку вот там начиналось с того что он встал ритмично сел начинается урок музыки ритм раз два три четыре то что там что там какую-то машину а вот это он выстроил там все он следит за собой и уже он следит с тем что с ним происходит то есть есть у нас внутри есть всегда смотрящий ну это вот ближе к Богу который все видит и есть внутри еще смотрящий который может отслеживать так как сейчас камера нас отслеживает вот он всегда должен присутствовать его надо организовать вот были романтики которые бушевали там шабен шубок там лист перчатки брошал на рояль рояль черный летят перчатки падают на крышку рояля и тут выходит лист и начинает кстати в конце жизни он стал аббатом вот а вообще кстати говоря я вот читал например альберт энштейн на вопрос что нужно чтобы понять его теорию относительности как он ее вообще открыл он говорит что мне теорию относительности открыла красота игры на скрипке макс планк вообще долго сомневался быть ему музыкантом или все-таки ему быть математиком да и много ученых вот которые действительно некоторое успокоение и форму размышления предпринимали вот играя на музыкальном инструменте вспоминаем даже того же самого шерлока холмса который думал исключительно когда играл на скрипке вот я бы просто еще раз задал вопрос как бы вам казалось можно ли бога обозначить через музыку то есть он его можно назвать дирижером музыкантом он выстраивает этот общий мировой оркестр ну я думаю конечно говорят что космос космос построен по форме звуков то есть доминанта тоника доминанта вот космос то есть музыка содержит в себе все компоненты развития то есть есть главные второстепенные они взаимодействуют между собой звуки и это вот космическое развитие это уже божественное с чего все пошло поэтому музыка и так и так и вот оттуда пошло я там у конца и нет а потом опять возвращаемся тата ta 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 ках bible а что это мне это хорошо это удивительно вот это божественное а нужно ли быть религиозным человеком верующим человеком чтобы понимать Баха бетховена и вот этих классических музыкантов Может ли человек-атеист понять все, что заложено, например, в этой музыке, если просто, скажем, он начитан, эрудирован и так далее? Ну, я думаю, что музыка его может приблизить к Богу. Даже если Дат Слежин не верит в Бога, музыка все равно уже вошла и там сидит, там уже есть в нем Бог через музыку. Вот Феофану Затворнику писали письма. И одна женщина пишет, религиозная, да, мы 19 век. Мой муж не молится, он занимается химией, ну тогда вот, помните, да, от своих детей, базаров, там все такое в это время. Вот что мне делать? Она как бы жена, он говорит, ничего не надо делать. Через химию он узнает Бога. Может узнать Бога через химию. Куда ни кинь, везде это есть. Вот это очень важно. Через все можно узнать. Даже вот, если человек находится в гневе. Что такое гнев? Кто его придумал? Ну, можно сказать, что по попустилицу Бога это идет, да, тем не менее. Вот. Ну, восточные философы говорят, что это есть тоже в определенной степени Бог. Но это немножко по-другому. Но тем не менее, после этого он успокаивается, после этого он кается. И куда ни пришлось, все равно он идет, маятник в другую сторону пойдет. А потом, может быть, он и найдет равновесие. Ну, я так предполагаю. Вот. Потому что иначе трудно. Все равно равновесие надо найти. Вот. И его дает тоже Бог. Вот это самое интересное и самое необыкновенное, когда это равновесие дает Бог. Просто события идут. Ты вышел из себя. Не можешь себя найти. Тебе плохо. Вот. Но что сделать? В этом смысле я вот думаю, что здесь очень красивая будет метафора. Поправьте меня, может быть, уточните, если я буду неправ. Красивая метафора вот этих вот радиоволн. Когда есть некий источник радиоволны, есть передатчик, и есть приемник, да, то есть тот, кто принимает. И в этом смысле, почему мы иногда можем, например, мы стоим, слушаем хор в храме, допустим, знаменный распев. Вот они разложили всего на два, на три голоса. И даже уже не столько важен текст, который они поют, потому что они поднялись над текстом. Ты просто чувствуешь вот эту какую-то удивительно поднимающую тебя музыку, и ты можешь даже заплакать во время. Это не сентиментальные слезы. Это не просто слезы, там, не знаю, от какого-то избытка экстаза, там, еще чего-то. А это есть ощущение, как будто бы ты вдруг раз и поймал ту самую волну. Вот она раз и через приемник твоего сердца прошла. Да. И я бы, когда вот, например, испытываю такие ощущения, мне кажется, что, ну, Бога можно определять не только как Бог есть, там, не знаю, красота, Бог есть мудрость, Бог есть, он и есть музыка, он есть музыкант, он есть вот та самая волна, которую ты вдруг улавливаешь, она же надвербальная, она же надсловесная, она, ну, чтобы убить музыку Баха, нужно начать ее раскладывать. Так, вот фуга Баха, она вот про это, про это и про это. Здесь вот мы слышим эти конкретные ноты. Здесь три раза повторяется не просто так, потому что он здесь зашифровал Бога Троицу. Вроде бы информативность мне как будто бы должна помочь понять это произведение, но на самом деле она для меня его убивает, это произведение. И здесь вот тоже какое-то надсловесие. Мы же иногда, кстати говоря, в текстах богослужебных мы иногда слышим, что человек надсловесная тварь, да, то есть творение надсловесное. То есть мы, конечно, и словесное, мы можем говорить, мы можем облекать мысль в слова, но иногда мы выходим на уровень надсловесный. Когда мы, например, сейчас, если бы нам рамки передачи, жанр передачи, вообще жанр телевидения позволил бы замолчать минуты на две, мы могли бы находиться с Николаем Николаевичем в тишине. И это был бы особый звук. Да, это удивительная, удивительная вещь. Был такой музыкант Гинсбург, 30-е годы он жил, прошлого века, и часто ездил в Германию по дирижеру. Вот, Фуртбенгер, дирижер такой, великолепный, на репетициях там был, стажировался. И вдруг Фуртбенгер необычно дирижирует, какие-то делает необыкновенные движения, такие вот, и оркестр начинает точно играть. Он спрашивает у музыканта, как вы чувствуете, что вот надо вот точно сыграть? Он же не показывает, дирижер он показал этому, показал этому, этому, показал. Ну, я так приблизительно, потому что видео не осталось записи. А он говорит, а ты вот сядь в оркестр, к нам, ну вот на стульчике, возьми карандаш, он как будто скрип у тебя. И когда он будет дирижировать, просто попробуй. И вот он сел, и вот он начал что-то там делать, а я вот прям раз и побел. То есть, вот это вот как раз то, что нельзя. Ведь, допустим, есть музыканты, которые играют концерт Чайковского, да? Играют концерт Чайковского, еще там. Вот, а им говорят, вы знаете, вот вы все играете, но вот нет вот этой вот, это называется дуэндо по-испански. Вот там дуэндо, это вырази себя в танце. Вот был в Испании, значит, там праздник у них, там фиеста, как там. Вот, танцуют молодые девушки, женщины, и первое место дали бабушке там с 70 лет. Почему? Она не танцевала, она просто руки вскидывала вот так вот, и все. Более того, вот если слушать старые пластинки музыкантов, музыканты еще 19 века, а вот фамилии сейчас я не помню. Вот они играют там произведения, левая рука явно отстает от правой. Вот. Но когда слушаешь, это лев играет. Играет лев, играет мужчина. Это вот сила мужская, сохранен, божественная, которая дана Богом, все это есть. К сожалению, в наше время это. Ты должен сыграть четко, чисто. На зачете поставить 10 педагогов, которые сидят, скажут, молодец. Это мне, кстати, очень напоминает одну историю, которую... Сейчас я вас скажу. Это школа. Я понимаю, что без этого нельзя. Мы к этому пришли. Но вот это вот... И поэтому появляется Владимир Высоцкий. Поэтому появляются вот эти все люди, о которых вы говорили, так сказать, которые там... Потому что все-таки классика – это определенные... Канон. Рельсы, да. Без них нельзя. Но вот это все уместить в рельсах, да еще показать себе – это действительно очень большой дар. Вот как Бетховен. Ну вот даже интересно, я сейчас историю хотел рассказать, просто... Это просто в качестве ремарки к тому, что вы сказали, и потом я еще вопрос задам. Борис Гребенщиков, у него есть замечательная передача, была на радио «Россия», а сейчас я даже не знаю, на каком радио. Он ведет ее, аэростат, где он рассказывает, собственно говоря, об истории музыки, знакомит с какими-то новинками. Но он в одной из передач рассказал интересную историю. Значит, где-то на Кавказе, такой далекий аул, молодой человек очень показал себя таким восприимчивым к музыке. И его, значит, собирается совет старейшин, такие аксакалы сидят в этих своих высоких шапках, насупившись, бородатый. И они его повелевают ему поехать в консерваторию учиться. Он едет в Москву, учится в консерватории, отучивается, возвращается в свой аул. Мол, опять же, эти старейшины собираются и, мол, сыграй. И он берет вот этот национальный трехструнный инструмент и там Паганини, и там Вивальди, и в общем все, что хочешь. И Шопена, и все. Все сидят спокойно, без всего вот этого. Когда он заканчивает, у старейшин спрашивают, ну как вы довольны результатом? Из консерватории человек приехал, довольны ли вы результатом? Он говорит, пальцы бегают, а мын молчит. Это удивительно, как бы иллюстрирует и то, о чем вы сказали про танцы и так далее. А вопрос у меня был вот какой. Даже вот на интуитивном уровне иногда люди, которые совершенно далеки от музыки, ну там, например, маму учит своих деток, да, не слушать вот это, а слушать вот это. Она сама не умеет ни на чем играть. Но в качестве аргумента она приводит. Да вот это же однодневка. Это же вот единое есть на потребу. Это вот буквально там пройдет два-три года, и это все забудется. Так почему, например, вот это забудется, а классика остается в веках? Как вам кажется? Ну, я думаю, что вот эта школа, классическая школа, она подразумевает то, что человек, сочинивший или исполнивший это произведение, попадает всегда в цель. То есть это неизменно со временем. Вот это уже, как сказать, это наработка. Вот есть традиции, которые передаются, да, вот идут, они идут, идут, идут по семье, вот в деревне. Мама рассказывала под Москву, она родилась в деревне, потом 9 лет уехала в Москву. Вот это семья таких-то, вот они вот такие вот. А эти вот чугункины, там, а эти вот такие. Вот это вот как раз, может быть, о том, о чем вы спрашиваете. Вот это вот направление, вот классическое направление, оно очень много дает. Вот я учился в 4-й музыкальной школе, 10-й, и великолепные педагоги были. Вот они были великолепные педагоги, а у них тоже были великолепные педагоги. А вот я сейчас приехал из города Лебедяне, где родился великий пианист и профессор Московской консерватории Константин Николаевич Игумнов, вот там. У них там, это купеческий род Игумнов. Ну, кстати, у нас род ангелов тоже купеческий род, мне дали родословный, 1740-й год, они там купцы-ангелов. Вот, ну, а это Игумнов. Вот я тут на гитаре, на верланчеле, а он великий пианист. Там дом его, там я выступал. Ну, не в этом дело. Вот это вот очень важно, когда идет преемственность, и преемственность во всем. Это очень сложный вопрос, вот можно говорить о разных вещах. Вот, допустим, великий пианист Пятослав Рихтер, да, вот, и Константин Николаевич Игумнов. Ну, разные у них поколения, вот. И он подходит, Рихтер еще молодой, говорит, Рихтер говорит, вот, говорит, а вы, говорит, не любите рояль. Он, о чем не любите рояль? Он играет. Вот это вот другой подход. Это разные школы уже. Вот был такой виоланчерист Данил Борисович Шафран. Он играл великолепно. Он мастер миниатюры. Он мог так сыграть миниатюру на виоланчеле. Сейчас таких нет уже музыкантов. Я не знаю, плохо это или хорошо, но просто такое время. Вот. Это тоже вот, это очень интересно. То есть другое время, другие, другие подходы. И вот. На ваш взгляд, из нашего времени, что возьмет себе история человечества в качестве классики? Что можно будет, ну, опять же, это понятно, что взгляд такой, из настоящего момента, и это такой субъективный взгляд. Ну, как вам кажется, вот кто сейчас, на данный момент, может войти в плеяду? Бах, Бетховен, Моцарт, не знаю, там, Шостакович и так далее. Ну, Шостакович это определенно. Прокофьев. Вот. Из современных композиторов, здесь мне сложно сказать. Сложно сказать. Конечно, можно называть имена. Вот здесь бывают просто смелые композиторы. Они открывают, как бы, новые просторы там. Вот. На их место могут прийти другие, которые эти просторы расширят и скажут, это уже классика. Вот были классические, появились романтики. Совсем другое. Вот. Они пошли с классики и сказали, а это вот мы романтики, просим любить и жаловать. Угу. Вот. Здесь я не имею такой возможности сказать, предсказать, что и как и будет. Я думаю, нам сейчас, конечно, это очень важно, но нам важно прожить вот этот момент, который мы живем, четко, правильно и счастливо. И научить этому людей. Вот это самое главное. А вот это вот, что пойдет, я думаю, это уже решит Господь Бог, потому что Ему оттуда виднее, что надо сохранить. И если мы будем идти с Богом, то тоже сохранять начнем. Вот поэтому нам нужно вот это вот. Но об этом мы поговорили, договорились с вами в следующий раз. О том, как научиться созерцать музыку, как научиться ее слышать, как научиться ее понимать. Вот. И мне кажется, кстати говоря, это один из сущностных таких признаков классической музыки, что эту музыку вообще-то надо понимать. То есть есть музыка, которую понимать не обязательно, но она просто, условно говоря, два приема, три прихлопа там и так далее. То есть она как раз для развлечения, для того, чтобы вот у тебя сейчас стоит сложный экзистенциальный вопрос, то, о чем вот вы в одной из передач говорили, что там на пляже где-то вот на турбазе, да, вот включили эту музыку, дут, 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 шашлычки. И у тебя, может быть, здесь зияет вопрос, зияет, может быть, какая-то пустота, экзистенциальный вакуум, экзистенциальный запрос на, там, не знаю, на кто, кто я, что я, куда я, зачем я. Но у тебя есть два варианта. Начать отвечать, искать ответ – это страшно, потому что надо сделать решительный шаг вот в эту самую темноту, где ничто не предсказуемо и ничто не гарантировано. А с другой стороны, другая стратегия – это как раз уйти от вопроса. И вот мне кажется, что большинство из того, что представляет ныне современная музыка, она – это попытка снять вопрос, это попытка оставить человека с неразрешенным вот этим вот внутренним каким-то запросом. И это очень похоже, как если бы человек, например, уходил в алкоголь или в наркотики, когда, ну, просто попытка уйти от реальности в некоторую иллюзорность. Классика тебя заставляет оказаться перед реальностью. Вот мне так кажется. Может быть, именно в этом и состоит ужас современного слушателя, который не может ее слушать. Совершенно верно. Ну, дело в том, что это достаточно просто. Вот начальнику, начальник не возьмет никогда заместителя, который умнее его. И если кто-то будет из подчиненных умничать, начальник его просто-напросто уберет, ну, естественно, чтобы не потерять свой авторитет. Это естественно. Он руководитель, хочет там умничать в другом месте. Вот. Ну, здесь вот то же самое бывает, ну, может быть, немножко не туда, когда человек, тут получается то, когда я знаю, я начинаю говорить, а я вот знаю. Это бывает раздражает в тот день. Вот. И поэтому здесь вот, когда знаешь, иногда надо просто поберечь это и помолчать. Ну, вот меня пригласили на передачу, я вот что-то вынужден, кратко с ней сестрам его там. Но, тем не менее, это имеет место быть. И поэтому здесь вот достаточно все интересно и сложно. Трудно сказать. Просто надо помолчать и подумать, как это будет выглядеть. Николай Николаевич, ну, во-первых, сейчас я скажу, да, вот-вот. Вот буквально несколько секунд. Во-первых, музыку надо научить слушать. Она не может просто войти. Это с детства, понимаете, в чем дело. Вот если ребенка в волчьей стае воспитывать, он будет волком. Вот. Ну, вот об этом я и предлагаю поговорить в следующей передаче. Да. А предложение помолчать, это тоже неплохое предложение. Для наших телезрителей, с которыми мы сегодня прощаемся, неплохо вот с подвешенным вопросом, который я задал вам, немножечко недельку пожить и помолчать с этим вопросом. А в следующий раз мы поговорим, я думаю, о терапевтической исцеляющей функции музыки и о том, как ее научиться слушать. И какие есть рецепты у музыканта для тех, кто слушает. Как научиться слышать эту музыку. К сожалению, на сегодня время нашего эфира подходит тоже к концу. Я благодарю вас за сегодняшнюю встречу и беседу. С вами, дорогие друзья, мы прощаемся. До скорых встреч. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин